Для теста у нас, у меня здесь двойная порция, поэтому я не перечисляю, сколько есть, я говорю одну порцию. Два яйца, 110 грамм сметаны, это 3 с горкой столовые ложки получается, 100 грамм сливочного растопленного масла, 15 грамм дрожжей, щепотка соли, 4 столовые ложки молока и приблизительно 500 грамм плюс-минус муки. Это все на одну порцию я перечислила. К теплому молоку добавляем соль, соль щепотку, дальше дрожжи, перемешиваем, хорошенько здесь комочки растворяем. Как раз пока мы мешаем, активируются дрожжи. Все, дальше добавляем масло, добавляем сметану. Теперь яйца. Все, теперь добавляю муку и размешиваю руками. Муку постепенно. Здесь у меня на 2 порции килограмм муки просеянной. Я добавлю, сейчас посмотрю, сколько у меня останется, не останется. Вот так вот приблизительно начну. Продолжение следует. У меня давно просили, никак не было времени сделать. Ну вот мне уже тесто нравится, например, я остаток уже не буду добавлять. Сейчас посмотрю сколько у меня осталось. Сейчас хорошенько размешаю это все и взвешу муку. Все, оставляем теперь его в теплом месте, осталось здесь 150 грамм муки, хотя в прошлый раз у меня ничего не осталось, но зависит от ингредиентов. Смотрите, вот она уже достаточно, вроде и плотная, и мягкая, и не липнет, а та мука останется у меня для раскатки. Орехов нужно нам для пахлавы 350 грамм, чуть больше, чуть меньше, это уже на свое усмотрение, кому как нравится. У меня идет, значит сейчас у меня идет 350 грамм, здесь у меня двойная. Провожу я через эту терку, значит видите какие здесь, можно, если есть такие вот дырочки обычной терки, можно через обычную терку. Если будете пропускать через блендер, ну смотрите, нужно, я вам покажу сейчас, чтобы не до масляного состояния, вот она должна быть в мелкую крошку, но сухая. То есть если блендер нажимаете, нажимаете, отпускайте, нажимаете, отпускайте до тех пор, пока будет мелкая крошка, но чтобы не выходило масло. Это очень удобная терка, рекомендую приобрести. Вот, смотрим, чтобы не было нигде косточек и пленки, потом будет неприятно, если кому-то попадется уже в готовом. Вот так вот быстро прокручиваем. Вот так вот быстро прокручиваем. Вот так вот показываю вам, какая она получается. Видите, она в мелкую крошку, но такая сухая, не масляная. Вот так вот она должна быть. У меня на 350 грамм орехов идёт 250 грамм сахара, значит, 1 грамм корицы. Корицы мы делаем совсем мало, потому что, чтобы не перебивал, у него же сильный запах, он может перебить потом весь вкус и весь аромат. Поэтому 1 грамм корицы и 10 грамм идёт кардамона. Ванильный сахар или ванилин идёт у меня на 1 порцию, пол пачки такой, где-то 5 грамм. Я сейчас добавлю 1, потому что у меня 2 порции. Значит, всё добавляем сюда. Сахар. Ванилин. Корицу. И кардамон. Всё хорошенько смешиваем, чтобы всё перемешалось. Очень приятно, уже пахнет, знаете, очень вкусно. Из него ещё можно готовить разные выпечки. Шаки арбура готовится. Вот всякие печенюшки можно добавлять туда. Всякие булочки, вот эту вот готовую смесь можно начинять им. Очень вкусно и очень ароматно получается. Как раз корица, она где-то слышна, знаете, а вот сильно не чувствуется. Но вот приятно очень. В общем, начинка у нас готова. Делаем сироп. 150 грамм сахара. Столько же воды. Значит, если 150 грамм сахара, столько же воды. 150 грамм воды. У меня кипяток. Вы не смотрите, что я много лью, у меня двойная порция. Всё, включаем. Мешаем, пока вода не закипит. Закипело. Убавляем огонь до среднего. И вот на маленьком огне где-то минут 5 его кипятим. 5 минут прошло. Убираем с плиты. Даём остыть. Оно у меня уже очень сильно поднялось. Я уже даже помяла. Не обязательно ждать, чтобы она поднялась. Достаточно в 2 раза. Слегка, видите, уже всё нормально. Сразу доставайте. Значит, 40 минут, час хватает. Всё, теперь делим мы, значит, одну порцию на 2 больших одинаковых и 4 маленьких. Я делю на 6 частей. В оригинале кондитеры все делают 12. Делают масло меньше, орехов меньше. И делать слоёв больше. Я делаю слоёв меньше, начинки больше. То есть у меня вот такая вот домашняя, вкусная. Получилось у меня 2 больших по 180 грамм. И 4 маленькие по 120. Можно и 7 сделать, знаете, это особо так... сколько орехов смотреть по орехам. Дальше кладу... Дальше кладу... На противе можно просто смазать маслом, можно поселить пергаментом. Всё распределяем по дну. Хорошенечко. Так, у меня здесь растопленное сливочное масло. Я где-то взяла на одну порцию 300 грамм. Плюс-минус скажу вам, сколько уходит. Ну, видно, на глаз видно, допустим, везде смазали хорошенько. Вот у меня ещё не совсем хорошо растопилось. Значит, снизу кладём толстый слой сначала. Вот надо разделить на слои все одинаково, чтобы было. Можете на глаз это сделать, можете взвесить. Вот здесь вот у меня весы, рядом положите весы, так будет легче. Значит, на каждый слой у меня идёт 120 грамм. Масло, да, здесь уходит много. Скажите, калорийно, может быть, калорийно. Хотя сейчас, знаете, в масле и масла-то нет. Что тут калорийно-то масло-вся вода, так что даже диетическое получается. Теперь раскатываем тонкие слои. Дальше. Поехали. Давайте слои. Вот здесь. Так. Дальше. Вот. 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 Продолжение следует... 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 обратно поставила на одну две минуты это делается для того чтобы но я по крайней мере так делаю чтобы влаги сильно влажно чтобы она не была чтобы она немножко впиталась в пахлаву так она получается вкуснее и менее водянистая обычно вот покупные вот берешь они прям вот течет с нее вода вот я из-за этого ставлю газ на минуту чтобы она чуть-чуть впиталась и получается и вкуснее и менее водянистой тесто делается очень легко ингредиенты я перечислила мере подробно все рассказать начинка идет орехи сахар значит кардамон обязательно корица и либо ванильный сахар либо ванилин все смешиваем получается начинка пока все пока тесто поднимается я например начинку сделала с вечером не так легче не возиться дней пропускать через терку с вечера сделала приготовила даже разделила на две части уже две порции вообще я всегда так делаю все готовлю там тортик какой-то планирую завтра сделать либо пирожное то с вечера обязательно я делаю крем чтобы мне было легче вот и вам советую значит пока тесто поднималась растопила масло масло ушло у меня где-то 300 350 грамм на вот между слоями сверху палить немножко не думайте что вот прям она совсем масляная нет вот сейчас она блестит из тоже сироп а вот когда кушаете вообще масло не чувствует на час и масло я уже говорила масло тоже не такой как раньше может быть деревенское масло на вы чувствовалось а тут такое что больше вода надо чем масло вот и сироп сделала сироп сделала один к одному обычно в рецептах и кондитеры все делают один сакан сахара полстакана воды и сразу закипает и моментально выключаются и добавляют лимонную кислоту я лимонную кислоту не добавляю мне вот пробовала якики слита она немножко от потом сиропа и мне не нравится этот привкус поэтому я добавляю один к одному я дело уже 1 раз вот так вот попробовала как они один стакан сахара полстакана воды получается очень сладко и сахара я Вот вы заметили, что в начинку обычно добавляется один к одному, я добавляю меньше. Вот у меня она не приторная пахлава, она вот идеально на вкус, вообще не приторная. А то обычно кушается и приторно, и влажно очень. Нет, такого нету. Может быть, я еще раз говорю, внешний вид не такой, как у профессионалов, но на вкус, мне кажется, намного лучше. Вот. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Если будут вопросы, пишите, отвечу, хотя я вроде подробно все объяснила. Ну, на всякий случай. У меня все, всем пока-пока!